Движение через мост на новом рынке полностью закроют через 4 дня. Готов ли к этому город? Ради полноценного питания в крае готовятся к повышению оплаты за детский сад. На Алтае началась реализация программы по модернизации школ, обозначенной президентом. Какие школы региона по ней уже ремонтируют? Движение через мост на новом рынке. 4 человека, вооруженные ранцевыми огнетушителями, 5 часов боролись со стихией. Одна из версий причины пожара – неосторожное обращение рыбаков с огнем. К утру возгорание удалось ликвидировать. Невозможно умолчать и о пожаре на Телецком озере. Там стихии противостояли более 150 спасателей МЧС. Глава села Артыбаш в своих соцсетях рассказал, как помогали всем мирам. Сейчас нам введен режим ЧС. Добавим, что этой весной полыхает практически вся Сибирь. Томска, Иркутска, Тюменская области. Это кадры из Красноярска. Горит деревня. В результате природных пожаров во всем федеральном округе уже погибло 16 человек. В Барнольском аэропорту ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Дорожникам предстоит поменять 14 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Это плановый ремонт полосы. Первый ее этап прошел в 2018. Сейчас дошла очередь до следующего участка длиной в 300 метров. Ремонт не займет много времени. Он должен завершиться в ближайшие дни и никак не скажется на графике полетов. Работы на полосе ведутся в так называемые технологические окна. Авиапредприятие выделило на них больше 16 миллионов рублей. В ближайшие два года планируют обновить еще 650 метров взлетно-посадочной полосы. Движение транспорта по мосту на новом рынке закроют в субботу 21 мая. Напомним, одну полосу путепровода перекрыли еще 10 мая. Это связано со строительством разворотного кольца. Пока город перестраивается на новую схему движения, чиновники называют обстановку в районе нового рынка напряженной, но управляемой. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. 19 тонн рельсов, 200 тонн щебня. На новом рынке продолжается строительство разворотного трамвайного кольца. К концу мая такое же кольцо начнут строить в районе дома быта. Поэтому уже 21 мая движение по мосту будет полностью перекрыто. Кольца обустраивают для того, чтобы сохранить трамвайное движение в период закрытия моста. К этому сроку, к 25 числу, когда планируется перекрыть полностью путепровод, будут дополнительно выполнены полосы для общественного транспорта, выделенные респектом строителей и улицы Аносова. Параллельно строители занимаются обустройством временного пешеходного перехода. Сейчас конкретно наши специалисты пока занимаются обустройством пешеходного перехода, который позволит людям с трамвайного кольца на новом рынке переместиться на остановку троллейбуса и в перспективе на остановку трамвая, которая будет в районе дома быта. На данный момент в час пик непростая обстановка на улицах Пионеров, Цеховой, Профинтерна и на проспекте Калинина. При этом еще не все водители привыкли к выделенным полосам для общественного транспорта, которые действуют от улицы Партизанской до площади Октября. Но в целом ГИБДД заявляют, что хоть дорожная обстановка напряженная, но управляемая. Прошедшая неделя прошла, заторовые ситуации были, старались их минимизировать. Ежедневное взаимодействие шло с трансветом. Мы постоянно включали, отключали зеленую волну, включали, дополнительно получали информацию от нарядов, от жителей города, где-то улучшить обстановку. С комитетом решали вопрос по установке дополнительных дорожных знаков. Ремонт моста будет завершен только осенью 2023 года. Поэтому сейчас власти решают не только такие проблемы, как движение общественного и личного транспорта, но и вопросы логистики экстренных служб. Особое внимание надо уделить обеспечению своевременного трафика для экстренных служб. Скорая помощь, реанимация, пожарная. Там действительно помощь органов ГИБДД. Экипажи дорожно-патрульной службы очень требуется. Как показывает мониторинг, сейчас у многих жителей города дорога на работу и льда дома увеличилась на 20-30 минут. После полного перекрытия моста это время увеличится до 50 минут. Добавим, что актуальные схемы движения и новости о ремонте путепровода барнаульцы могут увидеть в телеграм-канале «Мост». Ирина Корчагина. День с толком. Плата за детсады вырастет в крае в самое ближайшее время. Об этом сообщили ряд краевых СМИ со ссылкой на руководителя отдела Минобра региона Наталью Полосину. Напомним, вопрос о повышении стоимости содержания ребенка в детском саду долго откладывался из-за негодования родителей. В данный момент профильное ведомство ведет расчеты по новой оплате. Но пока неизвестно, насколько именно возрастет ежемесячный платеж и когда точно это случится. Сегодня родители дошколят в Барнауле платят 2000 рублей. На эти деньги из-за роста цен на продукты, говорят в Минобре, очень сложно обеспечить ребенка полноценным питанием 4 раза в день. К другой теме. На Алтае началась модернизация школ. В учебных учреждениях проведут капремонт, а также оснастят учебные классы современным оборудованием и мебелью. Все в рамках федеральной программы модернизация школьных систем образования, которую инициировала Единая Россия. Так в нашем крае в этом и следующем году модернизируют 43 школы. В 130-м лицее Барнаула ремонт уже начался. Оценить ход работ приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Насколько масштабным будет преображение и долгим ли, расскажет София Яценко. Принято решение, я буду буквально до основания снять. С момента постройки школы такого ремонта здесь не было. Здание 130-го лицея сдали в эксплуатацию еще в 1965 году. За это время ремонт проводили только локально. Меняли кровлю, красили стены. В этом году лицей изменят до неузнаваемости. От замены крыши и ремонта фасада до отделки внутренних помещений. Процесс масштабный, но на учебном плане для 900 лицеистов он никак не отразился. Учеников средних и старших классов разместили в 103-й и 6-й школах Барнаула. А начальные обучаются в здании городской станции юных техников. Для детей созданы все условия. Они точно так же учатся в другом учреждении. И школа – это все соблюдено, все нормы, все правила. С родителями достаточно долгое время, с января и февраля и в марте, проводились и собрания, расширенные заседания совета учреждений. И потом родительские собрания по классам были проведены, где мы обсуждали оптимальные, правильные варианты организации учебного процесса. Для нас это ни вносом не стало. Существенных проблем не доставило, да, поэтому добирается свободно, спокойно на общественном транспорте. И мы готовы ждать, потому что мы готовы ждать результат. Мы знаем, насколько классное, высококлассное образование в этой школе и, собственно, стены и помещения не соответствовали тому уровню образования, который в школе дают. Перспектива обучаться в современных классах особенно порадовала учеников. Говорят, ремонт ждали с нетерпением. Лично для меня, он ожидаем, как я думаю, для всех ребят моего поколения, моего возраста, потому что все равно хочется что-то нового, чтобы школа преобразилась как-то. На обновление Барнольдского лицея выделено 67,5 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках федеральной программы. Ее реализацию на местах курируют представители партии. Итак, депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев оценил ход ремонтных работ. Этот лицей будет капитально отремонтирован по программе модернизации школьных систем образования, которую инициировала партия «Единая Россия». Знаю, что работ здесь достаточно много, но думаю, что все сроки, надеюсь, что все сроки будут выдержаны. Я искренне благодарен всем преподавателям лицея за то, что они в таких условиях смогли организовать образовательный процесс и благодарен тем школам, которые временно смогли принять лицеистов. «Планируем сдать 25 августа, начало учебного года, для того, чтобы красную леточку 1 сентября перерезали. Все будет красиво и счастливым». На сегодняшний день в лицее разобрали старые окна и стены, начали строительство и ремонт в кабинетах и коридорах. Однако основная работа еще впереди. Здесь предстоит обновить инженерные сети, поставить в классах новую мебель и технику, чтобы для педагогов и учеников этой школы началась новая жизнь. София Цинк, Александр Антропов, День с толком. От инсульта можно убежать. И это, по мнению врачей, не просто слова. Регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, путь к здоровью сердца и сосудов. А еще правильное питание, в котором должно быть минимум соли. К тому же после 40 необходимость хотя бы несколько раз в год следить за артериальным давлением. Завтра в мире отмечают день борьбы с гипертонией. Как в регионе помогают тем, кому убежать от инсульта не удалось. И люди, какого возраста в зоне риска, смотрите далее. Оскалить зубы, выцелить, показать язык. Хорошо. 64-летняя медсестра Людмила Устинова на больничной койке оказалась 5 дней назад. С 45 лет от гипертонии принимает таблетки, но возраст и переутомление дали о себе знать. Как результат – инсульт. По ночам еще работала. Я считаю, что ночи с ночной смены пришла, ничего не предвещала. Ужин готовила и все, и потерялась. Если у пациента появилась асимметрия лица, или односторонняя слабость в руке или в ноге, или у него нарушилась речь, конечно, необходимо срочно вызвать скорую помощь, чтобы быть доставленным в специализированное отделение, которым является наше отделение. Чем быстрее пациент окажется в больнице, тем больше шансов на полное восстановление. Врачи говорят о 4,5 часах, и это вместе с обследованием. Кстати, изначально гипертония может не проявлять себе и протекать бессимптомно. Молодежь от этого заболевания страдает все-таки реже. Чаще в больницу попадают люди пожилые. Барнаулец Юрий Мещеряков спустя двое суток после инсульта чувствует себя почти нормально. На скачки давления раньше никогда внимания не обращал. Вес в норме, но вредные привычки имеются. Кроме сигарет ничего нет. Жил, как жил. Ни в чем себе нет. Ни в чем не отколол, да. Риск инсульта у курящих повышается ровно в два раза. А после того, как человек в любом возрасте прекращает курение, этот риск начинает снижаться. И по данным статистики, в течение пяти лет он постепенно становится таким же, как у его ровесников, которые никогда не курили. Напомним, факторы риска ожирения, малоподвижный образ жизни, помимо курения, злоупотребления алкоголем, да и больше чайной ложки соли в день употреблять не рекомендуют. Болезни сердца и сахарный диабет тоже могут способствовать развитию гипертонии. И наоборот, из-за высокого давления страдает сердце, почки, сосуды, сетчатка глаза. Кстати, восстановление после инсульта может быть быстрым, а может занять недели или месяцы. В пятой горке для реабилитации есть все условия. Различные тренажеры помогают восстановить утраченные функции. Самая хорошая тренировка, кардиотренировка – это ходьба. Сейчас посмотрим, измерим давление, пульсы, посмотрим реакцию. Ежегодно медицинскую помощь в этом неврологическом отделении получают около тысячи человек. Если бы все, кто выписался, соблюдали рекомендации медиков, повторных инсультов было бы гораздо меньше. К слову, реабилитироваться после второго и третьего сложнее в разы. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. У барновского инвалида вновь появились руки. Протезы последнего поколения вручили сегодня Денису Сандалу, который несколько лет назад на производстве лишился верхних конечностей. Теперь их заменит высокотехнологичное, дорогостоящее изделие. Его предоставил Фонд социального страхования. Продолжит тему Валентина Аскерова. Чтобы удобно пить, согнул его и этот. Выносливая, крепкая рука с множеством возможностей. Новые высокотехнологичные протезы с микропроцессорным управлением вручили сегодня Барнаульцу Денису Сандалу. Восемь лет назад на производстве мужчина лишился обеих рук. Подавал резину, разогретую, горячую резину. То есть, я не успел просто вытащить из верхонок руки. Когда со стороны смотрят, не очень приятно было, когда на тебя смотрят. Но потом, сейчас совсем привык уже. То есть, как бы, сейчас я уже внимания вообще не обращаю. Протезируется Денис с 2015 года. Изделие, поскольку травма производственная, предоставляет Фонд социального страхования. Прежние, также предоставленные фондом, свой срок отслужили. Предоставили новые. Стоимость ноу-хау рук превышает 16 миллионов рублей. Когда нам ее презентовали, так скажем, то есть, эту кисть просто кидали и били. То есть, если остальные биокисти, они, как бы, более такие нежные, хрупкие. То есть, здесь композитные материалы используются, современные. То есть, достаточно крепкая рука. Какая реакция первая, когда он впервые померил эти протезы? Вот помните? Ну, и улыбка, конечно. Фонд социального страхования, предоставляя средства реабилитации, дарит надежду и другим. Так, только за прошлый год необходимыми изделиями обеспечили больше тысячи человек. В 2021 году Алтайским региональным отделением фонда было заключено и исполнено 68 государственных контрактов на обеспечение лиц, пострадавших на производстве техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и ортопедической обувью. На сумму более 28 миллионов рублей. Улыбайся, улыбайся. Средства реабилитации, которыми обеспечивают людей, помогают не просто восстановить здоровье, но и полноценно жить. Так Денис Сандл любит бегать, регулярно участвует в городских забегах, а в свободное время играет в бочу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Ветераны Барнаула и дальше смогут ездить на такси бесплатно. Уже три года в краевой столице ветераны, блокадники, труженики тыла и бывшие узники концлагерей могут вызывать машину, чтобы ездить по своим делам в больницы, библиотеки, театры, навстречи. Все затраты на себя взял известный сервис онлайн заказа такси. Чтобы оставить заявку, ветераны сначала звонят в Минсоцзащиты. Изначально проект планировался всего лишь на месяц, но в итоге его лишь решили продлить. Так, с 2019 ветераны смогли совершить 1355 поездок по Барнаулу. Подобная акция проходит больше, чем в 40 городах страны. Этот год у нас снятие ограничений привел к тому, что увеличилось количество вызовов, потому что обычно в течение года 100-180 вот так получалось вызовов. Сейчас очень активно, потому что наконец-то заработали поликлиники, заработали все учреждения культуры. Нашим ветеранам необходимо общение, они по нему соскучились. У некоторых ветеранов нет мобильных телефонов, и они называют городской стационарный телефон. А на городской стационарный телефон, конечно, смс-сообщение не придет. Поэтому здесь вообще на особом контроле все держишь, все им сообщаешь. При необходимости к ветерану приезжают сопровождающие. Все поездки вносятся в специальную программу. Специалисты отслеживают каждый заказ. Нашел ли ветеран машину, доехал ли до пункта назначения. Новоалтайск станет первым городом Алтайском крае, в котором полностью закроют вопрос с мусорными контейнерами. Рекуператор по обращению с ТКО предоставил муниципалитету крупную партию баков, которых хватит на весь частный сектор, где до этого времени мусор собирали бестарным способом. Подробности далее. Разгрузка на улице Сибирская. Здесь устанавливают 17 контейнерных баков. Событие историческое. Сначала мусорная реформа – это первые контейнеры для частного сектора. А всего их будет почти 350. Рекуператор «Экосоюз» впервые закупил такую большую партию для муниципалитета своей зоны. Жители готовы переходить на новый порядок. Если вовремя будет все вывозиться, то это будет прекрасно. Не надо вот здесь себя дома там держать, сразу пошел выбросил. С 2019 года в частном секторе Новоалтайска бестарный сбор мусора. Довольно затратный по времени и усилиям, плюс нарушает санобстановку, когда птицы или собаки рвут пакеты. Планируется оборудовать порядка 130, по-моему, 7 контейнерных площадок. Площадки эти будут оборудоваться немного позже, потому что сейчас первоначально, когда устанавливаются контейнеры, могут возникать вопросы по передвижению, они удобствуют. По нашим предварительным расчетам, мы закрываем полностью город Новоалтайск, там, где была бестарка. Если будет какого-то количества контейнеров недостаточно, мы, думаем, в перспективе небольшое количество еще докупим. Речь идет о всем частном секторе Новоалтайска. Это пятая часть города. По словам властей, Новоалтайска – это первый шаг к цивилизованному сбору мусора. После того, как пройдет период адаптации данных контейнерных площадок, мы их уже будем подводить в состояние ГОСТа. То есть они будут оборудованы, залиты бетонным, ограждения будут установлены. Имея очень, скажем так, небольшой, или, скажем, ограниченный процент собственных доходов, потратить там 15 миллионов на это мы просто не в состоянии. Потому что у нас вопросов много, а денег мало. На покупку крупной партии баков рекуператор потратил более 6 миллионов рублей. И это самое большое приобретение Косоюза за год. Тем не менее, новые контейнеры в мае поступят еще в два муниципалитета. Почти сотня баков появится в Ребрихинском районе, и три десятка контейнеров установят в Калманском. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Выходные – время для спорта. Так, в минувшие дни сразу шесть алтайских команд в разных городах сыграли свои матчи в ходе Сибирского чемпионата по футболу. Клубы прочувствовали и вкус победы, и горечь поражения. Подробнее об этом расскажем далее. Чемпионат Сибири, или как многие его называют, третий дивизион отечественного футбола стартовал стремительно. За несколько дней команды сыграли по три матча каждая. И по итогу встреч наши клубы в хаотичном порядке расположились в турнирной таблице. В аутсайдерах, увы, Алтай. Он поставил даже своеобразный антирекорд. Поражение во всех матчах, причем везде в сухую, с одинаковым счетом – 0-3. Алтай обошли даже молодежная «Динамо» и «Рубцовская торпеда». Они на несколько строк выше на 10-м и 11-м месте соответственно. Порадовал бийский строитель. Команда сейчас на втором месте, а барнаульский темп на пятой строчке. Пытался перед игрой настроить ребят, но как бы я ни пытался, ребята вышли на первый тайм на спущенных шинах. Ничего не получалось, скорости были тяжелые, слабые, совсем везде проигрывали. Самое главное, что проигрывали мы единоборство и подборы. Поэтому Иркутск владел инициативой. И прямо скажу, что нам в первом тайме повезло. Несмотря на довольно вязкую игру, темп забил единственный мяч. Победу добыл нападающий Роман Сычев. «Приятно забивать, конечно. Хотелось бы еще больше забивать. И невозможности были, в принципе, забивать больше. Ну, получилось, как получилось. Будем тренироваться». Сейчас команды возвращаются в Барнаул, где проведут пару тренировок и вновь в бой. С 20 мая начнется четвертый из 14 туров чемпионата. Барнаульский полимер на своем поле примет Бурятию. А молодежка «Динамо» и «Темпо» отправится в Красноярск. А Алтаю придется мериться силами с Новосибирском. И хочется, чтобы на этот раз наши парни собрались духом и выжили максимум из игры. Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком.